Привет, дорогие друзья! С вами Асиана, ваш информационный духовный проводник и наш прекрасный год сегодняшнего нашего проекта Антон. Я являюсь коучем, профессиональный коуч АСФ, коучинг сознания и я являюсь фасилитатором открытого диалога. Это научный метод, я называю это научный метод просветления. Я так понимаю, сегодня мы будем говорить о просветлении и о разных таких эзотерических штучках. И поделюсь с вами каким-то, может быть, своим опытом, может, кого-то смогу вдохновить на этот путь. Может, какие-то вопросы у вас появятся или вы найдёте ответ на свои вопросы. Антон, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришёл? Я читал книжки «Алхимик» Павла Каэлья в начале 2000-х годов. У меня в начале 2000-х была работа, машина, девчонки, всё вроде бы было, но что-то мне не хватало. Я понимал, что как-то жизнь, она более интересная, и я искал какой-то интерес в жизни. Я занимался креативной рекламой, познакомился с креативным директором. Мне всегда нравилось общение с креативными творческими людьми. И я вот тогда начал искать вот эту вот какую-то мечту свою. И у меня была цель создать креативное агентство, создавать что-то, творить такое. То есть изначально ты был в творчестве и не думал о том, как просветляться, то есть темы тебя не особо волновали? Эти темы вообще для меня были незнакомы, это как была закрытая дверь. Я, конечно же, читал там фантастику, какие-то книжки, но особо глубоко в это всё не погружался. Просто я занимался, я серьёзный человек, мне важно работать. И я съездил в Лондон, в Лондоне ходил, писал статьи, знакомился с культурой, традицией, обычаями других людей. И кубинская культура мне нравилась, потому что кубинская культура это смесь, микс разных испанских, французских, итальянских корней, африканских корней. Всё это переплеталось в такой большой плавильный котёл, микс. И я был на кубинском карнавале, там было написано «Уроки сальсы, уроки сальсы». Но я проходил мимо, написал статью, сделал фотографии, но этому внимания не уделил. А потом, когда я приехал обратно в Россию, я понял, что там счастья нет в Лондоне, что оно как бы всегда со мной, это счастье, нужно просто искать в себе где-то. Я вот ходил, ходил и думал, чем же мне заняться, и попал на один из психологических таких тренингов, штук. Познакомился там с разными практиками и вот получил первый инсайт. И увидел, что такое психология, как это работает, что такое наука о душе, психология. И что у нас есть установки в голове, которые нам мешают видеть свои цели, достигать их. И у меня сложился пазл, я увидел, что на самом деле я с детства мечтал танцевать. Мне куба, сальса, везде мне прямо перед глазами попадалось, но я этого не замечал. То есть возможности, ну как алхимик, ходил-ходил, искал-искал, а потом вернулся и нашел там клад у себя, где у него там овцы паслись. Так вот я так же хожу-хожу, вот вижу, мне вселенная дает знаки со всех сторон, а я эти знаки просто не принимаю, я от них ухожу, я от них отворачиваюсь. И у меня куча дисков сальса в машине играет каждый день, я езжу, у меня в ушах сальса, я при этом хожу и думаю, чем же мне заняться, где же у меня мечта. И когда вот этот инсайд у меня сложился, что у меня была цель зарабатывать деньги, я серьезный человек, и вот это вот, что я серьезный человек, и мне, а танцы это для ленивых, а танцевать я буду, когда мне нечего будет делать, нечем будет заниматься, я буду сидеть на пенсии, и у меня будет там квартира, машина, внуки и все, и вот после этого я начну танцевать. И я понял, что это иллюзия, несбыточная, я откладываю свою жизнь на потом, я живу отложенной жизнью, а жить я могу здесь и сейчас, и возможности мне приходят, и знаки мне приходят. И когда я вот это для себя открыл, я тут же включился, вот что-то во мне включилось, какая-то активность, я начал искать в интернете, где у нас в Уфе преподают сальсу, не нашел, в итоге, ну, объездил разные школы, мне не понравилось, это было не то, и в итоге через год, благодаря вот этим моим движениям, вот этому потоку, вселенскому, вселенная меня ведет, я открыл сеть танцевальных студий, то есть через год у меня уже было три филиала танцевальной студии, я уже преподавал в 2008 году, 2008-2009, вот так. То есть вот это все произошло вот в потоке, в легкости, вот как я и хочу сейчас, и помогать людям вот приходить вот к своим целям, к своим большим целям и реализовываться, проявляться в этом мире, реализовывать свои таланты, быть вкладом в других людей, потому что после этого, ну, город Уфа просто зазвучало, и мы проводили ежегодные кубинские карнавалы здесь, международные, международных звезд сюда привозили, после нашей, у меня было 8 филиалов в течение 6 лет, все это работало, ну, там 8 лет я танцами занимался, потом, конечно, выгорел, там перегорел, произошли другие кризисы, то есть это не значит, что я вот все теперь только этим готов заниматься, потом пришла психология, потом пришел александский гипноз, работа с подсознанием, я понял, что мое подсознание может все, я начал изучать тему подсознания, тему гипноза, и в легкости создается, то есть вот эти вот визуализации своих целей реально работают, как Арнольд Шварценегер, там Джеки Чан, там Брюс Ли, все визуализировали свои, там, достижения, результаты, все это реально работает, и все это реально материализуется, я на собственном опыте так квартиру, машину приобрел, то есть вот намного быстрее это приходит в мою жизнь, вообще непонятно, как это происходит, как это, я не знаю, как работает эта вселенная, там, душа, не душа, что это там притягивается ко мне, но я знаю, что души родственные меня всегда окружают, и всегда вот, ну, вот эти вот работы с бессознательным, я начинаю как расколдовываться, вот, потом я опять же, ну, познакомился с девушкой, мы начали встречаться, и у меня стали вопросы, там, об устраивании своего быта, и опять я ушел в материальное, я опять ушел в зарабатывание денег, все, на танцах, типа, миллионы не заработаешь, а у меня жену надо содержать, и у меня включались вот эти вот паттерны поведения, что мужчина должен быть таким-то, семья должна быть вот именно вот какой-то такой, и у меня был какой-то образ вот этой семьи, образ своего будущего, который не совпадал с реальностью, и в итоге я очень сильно разочаровывался, выгорал на работе, ну, в танцах, и в итоге все это закрыл, растерял, ушел в сферу недвижимости, строительную сферу, и в итоге был директором по развитию российской строительной компании «Русмова», и в этот момент я открыл для себя коучинг, то есть мне поступило предложение повысить навыки общения с людьми, это, так как я директор по развитию, мне необходимо команду развивать, набирать, обучать, адаптировать людей и мотивировать их на достижение больших результатов, мне необходимо, ну, вот, навыки коммуникации, организации людей, и меня пригласили на один из тренингов по личностному росту, я его посетил, потом там увидел, что есть коучинг, сам коучинг прошел тоже, мне очень понравилось, я понимаю, что это та базовая основа, без которой все, вот это те самые soft skill, без которых не работают hard skill, то есть это самая та база, которая необходима каждому человеку, который хочет развиваться, а потом уже навыки, там, SMM, ведение каналов, KPI, там, различные должностные инструкции, это уже все внешне, то есть нужно сначала фундамент построить, и я обучился на коуча, ушел с найма, начал заниматься частной практикой, зашел в академию тренеров, и сейчас тоже еще состою в академии тренеров университета коучинга, мы обучаем новых коучей, я являюсь ментором для начинающих коучев и практик, психологов, помогающих специалистов, кто хочет успешно вести частную практику. Коучинги, получается, ты уже сколько лет? С 2018 года, потому что, я думаю, уже шестой год. А когда у человека происходит какое-то духовное пробуждение, говорят, пробуждаются кундалини, как ты к этому относишься? Например, у тебя были какие-то мистические переживания, какие-то, может, сны, или как ты связывал свое развитие с эзотерикой? Потому что ты говорил, что он начинал с книги «Алхимия», то есть сама по себе книга, уже название какое-то интересное. Какие вот ты помнишь первые свои интересные опыты? Понятное дело, что ты пришел к коучингу к более таким базовым материальным аспектам, там, где человек полноценно должен вызываться, скорее всего, как-то раскрыть себя как бы без каких-то блоков, да? Но, тем не менее, внутренние твои переживания и были вначале пульса. А вот пробуждение, которое я искал в разных кундалини, на самом деле мне пришло не через кундалини, не через йогу, а через метод «Открытый диалог». В прошлом году, в ноябре, у меня был жесткий кризис в работе. У меня были проблемы в работе с клиентами. Я прошел, ну, как бы дошел до источника коучинга, то есть я встретился с Марком Стайнбергом, основателем коучинга «Сознание», на тренинге для тренеров, и там познакомился со многими тренерами российскими, вот Сергей Калин, тренинги «Муза», «Спарта», вот такая федеральная сеть тренинговых разных организаций в России. И я понял, что вот что-то мне не хватает, то есть я опять что-то ищу. То есть вот то, что я познакомился с основателем, коучинг «Сознание» очень мощная тема, то есть там есть все и про целостность, и про силу слова, и про намерение, и про душу. И вот как вообще создавать свою реальность со своими мыслями, то есть работая со своим сознанием. Но как будто бы я что-то еще, вот какой-то еще нахожусь в путешествии, что-то я ищу, что-то у меня еще дальше еще есть. И я начинаю заниматься своей частной практикой, и я все понял, что все, настало время как бы опять вернуться к себе и заняться ведением клиентов. Все, перестать искать и начать работать. И как только я начинаю это делать, у меня начинают возникать какие-то проблемы с клиентами в отношениях. То есть у меня где-то, ну, я начинаю понимать, что у меня есть какие-то скрытые конфликты, моя какая-то внутренняя, какая-то правота. Я как будто бы дошел до какого-то грани, до какого-то слоя, из-за которой не мог посмотреть. Все, и у меня все начало рушиться, все начало ломаться. У меня были очень жесткие эмоциональные качели. И случайно мне приходит, ну, случайно, если не случайно, мне приходит приглашение на вебинар Димы Шаменкова метод открытый диалог. И я вспоминаю, что я раньше с ним как-то пересекался, там, во время пандемии, мы привозили Александра Холопова, основателя самопознания.ру, в Уфу, и он здесь проводил группы открытого диалога. И я в этих группах участвовал. И я помню, что очень крутые были инсайты, очень такая работа. Там основной принцип – это не насилие и отказ от долженствования, отказ от борьбы. Но тогда я еще такой глубины не понимал. И вот когда я столкнулся со своим кризисом, с которым я не мог справиться со своими ни психологическими методами, ни коучинговыми методами, ни коллеги мне не могли помочь, то есть я вот через школу Димы Шаменкова я смог прийти к себе. То есть вот этот путь к себе, вот эта встреча с собой, вот этот открытый диалог с самим собой – это как открытый диалог с Богом, где я как раз таки вот это просветление и получаю. То есть я в какой-то момент, ну, благодаря вот этим практикам, которые необходимы, это навыки, то есть это не просто какое-то знание, что я его познал, и теперь я познал всё, и теперь мне всё стало понятно. Это навык, он тренируется, это мы постоянно, что происходит, мы постоянно засыпаем, то есть скатываемся в эту матрицу и пробуждаемся, то есть приходим в осознанность. Когда что-то в жизни, какой-то кризис происходит, мы как будто бы заснули и нас так по щекам, бам-бам-бам, разбудили. То есть нас что-то пробуждает. Какие-то люди приходят, какие-то проводники приходят. Какие-то вот с помощью этих практик мы пробуждаемся. А вот вопрос такой, открытый диалог, чем он отличается от обычного психоанализа? Например, ты вот наблюдаешь за какими-то своими эмоциями в обычной жизни, пытаешься анализировать сегодня, почему я так сказал, почему я так подумал. То есть каждый человек в жизни, каждый день такие моменты, плюс у меня проживает. Кто-то осознанно, кто-то не очень. Вот метод открытого диалога, чем он там отличается? Как это все проделывается? Почему эффективно? Потому что там есть набор правил. Есть базовая цель, есть набор правил. И когда мы начинаем, это создается структура определенная. Потом это создается поле. Поле это надсистема. То есть мы вот, ну, человек, это вот, ну, грубо говоря, вот эволюция. Вот у нас есть внутренние клетки, молекулы, органы, ткани. Вот это, ну, мое тело, мой организм. Это моя подсистема. Вот тут где-то мое сознание находится. А что выше, это вот, ну, вселенная, бог, божественная. То, что мы не можем понять, там, природа, социум, государство, там, что-то еще. То есть мир, в котором мы живем. Это вот надсистема. И вот получается, что у человека всегда генерируются цели на этом уровне. Осознанно или неосознанно, мы что-то хотим. Вот этой вот маленькой прослойкой своего сознания, мы что-то хотим. При этом у нас есть внутренняя подсистема, она живая. И внешняя система, она живая. И внутренняя система, она живая, у нее есть тоже свои цели и потребности. Ну, например, перерабатывать пищу, дышать, сердце бьется. Мы это не контролируем, это происходит без нашего участия. У нас есть вот эта базовая цель, быть живым. Она реализуется. Человек живет даже без сознания и во сне развивается и растет. И мы также в космическом, то есть плане, то есть как люди на Земле, на нас еще влияют космические законы, разные системы более высокого порядка. И у этих систем более высокого порядка, тоже есть свои цели. И они тоже влияют на нас. И они буквально, вот и нижние, как бы и верхние, они буквально программируют наши цели, которые мы себе вот ходим, проговариваем, что-то живем, и нам кажется, что мы вот, что-то нам приходит там и так далее. Но когда мы работаем методом открытого диалога, мы, например, должны какой-то запрос отправлять, и бывает, говорят, если ты чего-то хочешь, отправь, и там проработаете, потом обратно прилетит. То есть не думай об этом, не зацикливайся. Это что-то похожее, или в любом случае? Да, смотрите, во-первых, если мы говорим про саморазвитие, то все религии, эзотерические какие-то знания, какие-то восточные практики, и научные методы, они все имеют смысл познать этот мир, его законы, и быть счастливым, чтобы человек научился быть счастливым. Но они работают, многие йоги к этому приходят, эмпирическим путем за тысячелетия, и чувствуют, пришли к этому, к медитации эмпирическим путем. И при этом медитации, медитации рознь. То есть каждая медитация, они все разные. Кто-то представляет там себе белый шар, кто-то представляет себе какой-то цвет, кто-то на чем-то одном фокусируется на участке тела и так далее. Нужно сидеть с ровной прямой спиной, чтобы пробудилась кундалини, кто-то фокусируется на чакрах. И все это так вот перемешано и так запутано, что на самом деле все уже давно потеряли и не понимают смысл, для чего это все делается. А на самом деле, по методу открытого диалога, неважно какая пуза, неважно с прямой спиной ты сидишь или не с прямой спиной, есть определенные правила, по которым ты делаешь. То есть принцип неделания. Но для чего это все делается? То есть нужно тоже это осознавать и понимать. То есть когда мы идем к цели из точки А в точку Б, что нас останавливает? Это увидеть свою цель и прийти к этой цели. Вот чтобы вот это подумал, и чтобы тебе из целого, из мира пришел ответ, вот о котором ты загадал. Ну, мы начинаем придумывать какие-то траектории, что нужно создавать, разные варианты скидываем и думаем, возможно ли, невозможно ли какая-то встреча со своим страхом, ну, невидением, какие-то... То есть мы что-то... Вот у нас мозг, это там наши пять процентов, ну, то, что мы там осознанно сейчас вот можем думать, наши мысли. Мы не знаем, как устроен этот мир, что там происходит в космосе. Мы даже не знаем, что у нас внутри целая Вселенная, миллионные молекул, их больше, чем во всей Вселенной. И эти молекулы, они живые, они постоянно там что-то функционируют, они как-то связаны друг с другом в одном организме, в одном целом. То есть подчиняются каким-то законам, да? Каким законам? Потому что все живые системы подчиняются законам, цели. То есть они все подчиняются целям. И поэтому, когда у нас есть какая-то цель, все начинает нас туда вести, все начинает нам благоприяться. Но вот эта прослойка нашего беспокойного ума, она хочет все знать, она хочет, ну, вот что вот так вот правильно, я вот вижу путь, я вот сейчас вот так пойду. Но она не знает других миллионов, других путей, как можно прийти к этому наилучшим образом. А вот когда мы начинаем доверять живым системам внутри себя и снаружи, мы начинаем, нас ведет каким-то путем, и какая-то цель приходит к нам сама. Но вот этот наш беспокойный ум, он считает, что нет, так быть не должно, и он начинает сопротивляться. И при этом, так как мы идем вот в это, в это, в новое, нам мешают страхи и какие-то разные чувства, переживания. Нас психика блокирует. То есть мы эволюционно приобрели, за миллионы лет человек развивался, и у нас все в памяти есть. То есть ум это инструмент прошлого. Включается защита. Он все знает прошлое, но он ничего не знает о будущем. Вот все в памяти есть. Все на генетическом уровне, наше тело все помнит, да? На генетическом уровне. И оно, соответственно, выживали кто? Выживали самые трусливые, они и выживали. Поэтому самые смелые их съедали, убивали и так далее. Поэтому эволюционно так сложилось, что у нас очень много вот этих программ защитных. Но мир уже поменялся, мы поменялись, но мы продолжаем по этим программам жить. И мы как бы боимся всего. То есть я правильно понимаю виху как-то диалога, это когда ты отдаешься этому потоку и как будто бы наблюдаешь и позволяешь себе там находиться и как-то убеждаешь себя, что этот мир безопасен или как это выглядит? Как с этим быть? Заходишь в этот открытый диалог, вот ты сидишь там. В открытом диалоге мы делимся своими переживаниями, своими состояниями, своими чувствами. Для чего это делается? Для того, чтобы выразить себя. Потому что у нас внутри квантовая запутанность. у нас очень много мыслей, очень много чувств, которые мы запрещаем себе чувствовать. Мы боимся, боимся боли, боимся неудачи, боимся смерти, одиночества, разделенности. И вот эти все страхи, они как комок, они нас держат. В обычной жизни мы не можем, мы одеваем маски на себя, защиту, и вот такие скафандры роботы ходят и запрещают. То есть, наши намерения реализуются. Но если задуматься каждую секунду над своими мыслями, сколько там негатива в этих мыслях. Мы хотим кого-то ударить, хотим кому-то зла, мы часто желаем зла себе. То есть, мы запрещаем себе чувствовать. И когда человек болеет, он на самом деле пожелал этого, он захотел не чувствовать, он захотел себя плохо чувствовать. И когда человек себя плохо чувствует, это просто реализуется его же цель, его же намерение, которое он поставил себе неосознанно. Поэтому вот в этой квантовой запутанности у нас формируется постоянно множество целей на неосознанном уровне. И эти цели не всегда здоровы. Они противоречат бывают друг другу. То есть, я с одной стороны хочу к цели попасть, с другой стороны я боюсь туда идти, боюсь идти в коммуникации, идти в отношения. Меня уже бросали, мой прошлый опыт определяет. Я уже в прошлом понимаю, что все мужики козлы и мудаки. Ну, соответственно, и очередной сейчас попадется такой же. И вот он попадает точно такой же. И вот я убеждаюсь, что да, моя правота и работает, моя цель работает, он мудак, все. Поэтому я с одной стороны давлю на газ, а с другой стороны я тут же давлю на тормоз двумя ногами. И газ, и тормоз. И поэтому моя жизнь как будто бы стоит на месте. Я при этом делаю очень много действий. Я пытаюсь бежать, бежать еще быстрее, чтобы сдвинуться с места, как олиса в стране чудес. Но при этом я остаюсь на месте, потому что я просто и на ручнике стою, и еще тормоз давлю. И пытаюсь еще с зеркалом заднего вида управлять этой структурой всей. Потому что я не знаю, что дальше, у меня есть только опыт прошлого. Я начинаю воспроизводить просто это прошлое в моем будущем. Потому что я на нем фокусируюсь. И задача открытого диалога разблокировать вот эту систему, разглючить ее, начать делиться, выражать себя, начиная выражать себя из состояния момента настоящего. Не из прошлого, а из момента настоящего. Что сейчас происходит в моменте. И это создается безопасное поле, пространство, в котором мы соединяемся друг с другом, соединяемся с этим полем, создается над системой. И она начинает над нами работать. Но по форме это происходит, что это похоже на психологическую группу. Это похоже просто на разговор. Это похоже на диалог с самим собой. Но по содержанию, то, что происходит внутри, у меня создается доверие к себе, к своим чувствам, к своим переживаниям, я начинаю разотождествляться со своими чувствами, эмоциями. Я вижу, что да, есть у меня чувства, страхи, но я при этом могу там действовать. И я это не просто на словах понимаю, что вот принятие, любовь, доверие, просветление. А у меня эти состояния начинают во мне меняться. То есть из точки А в точку Б, чтобы попасть. У меня набор разных переживаний, которые мне необходимо пройти, чтобы вырасти туда. То есть повысить, мне нужно быть, быть, а не казаться. То есть быть, делать, иметь. В это состоянии быть, делать, иметь. То есть мне нужно быть тем, кто я в точке Б. Чтобы быть тем, кто я в точке Б, мне нужно, чтобы мое бытие выросло, трансформировалось. Я внутри должен состояние поменяться. для этого мне важно прожить. У нас же это чувство, они как эмоциональные горки американские. Соответственно, мне важно вот эти все состояния прожить. В жизни я их проживаю очень долго. Потому что, когда я наверху, мне кайфно. Я чувствую радость, подъем. Когда я скатываю, иду вниз, мне как-то грустно, больно. Я не хочу чувствовать тут вину, злость, обиду и так далее на людей, я затормаживаюсь. Мне хочется зафиксироваться в верхней точке и не чувствовать все нижние, низкие вибрации. Поэтому человек в основном блокирует и желает не видеть. Блокирует, желает не видеть, подавляет в себе эти чувства. И у меня внутри вот эти чувства никуда не деваются, они просто копятся внутри меня. Они там складируются. которые я в жизни это все проживаю и оно там складируется. И в открытом диалоге я начинаю разблокировать их. То есть, они начинают. То есть, в жизни они как пружина. То есть, я чем больше давлю, тем сильнее эта пружина давит на меня в жизни. И от этого я испытываю стрессы, дискомфорт и тревогу. Под постоянную тревогу. Просто все хорошо, но при этом я не удовлетворен. Потому что внутри вот эти чувства никуда не делись. Я их просто во время своей жизни за 30-40 лет я их там накопил. Огромное количество. И мне просто... Ну, а когда я начинаю туда смотреть, меня страшно становится. Потому что если я сейчас этот ящик Пандоры открою, то меня просто снесет от количества там этих непрожитых чувств. Это, ну, открытый диалог, это про честность. Потому что честно смотреть, сколько я там причинил боли, обмана самому себе и людям там вокруг. И сколько я этих чувств там подавил. А там просто целая лавина. Даже есть такое, что когда ты привыкаешь жить в таком, в таких эмоциях, тебе сложно туда идти и посмотреть на них, что это ненормально. Например, да? Или, например, когда ты раскрываешь и пробуждаются твои страхи или злость, то во время открытого диалога ты позволяешь ему быть или что ты с ним делаешь? Каким образом, за счет чего исчезают эти блоки? За счет этого поля или намерения, или то, что ты с ним что-то делаешь в этот момент? Вот. Они проживаются. То есть, получается, во время моя психика, моя психика это мой защитный организм, механизм, то есть, кто-то называет это эго, например, кто-то психикой, но оно меня блокирует и вот как есть пятно, ну, как слепое пятно, то есть, вот есть кончик носа, вот можно на него посмотреть и увидеть, что постоянно вот такая блямда перед глазами находится. Вот можешь убедиться, посмотрите на свой кончик носа и убедитесь, что вот да, есть кончик носа. Я его вижу и он у меня всегда перед глазами, куда бы я ни шел, он каждый день со мной, вот постоянно такое пятно, но при этом я его не вижу, потому что у меня слепой пятно, у меня нет цели на него смотреть. Цель определяет восприятие. Основной принцип открытого диалога и построенного на теории функциональных систем. Теория функциональных систем, теория живых систем, это био-кибернетика, это самые современные научно-актуальные сейчас исследования этого мира. как работают живые системы. У живой системы цель определяет восприятие. У меня нету цели смотреть на кончик носа, поэтому я его не вижу и у меня все, что попадает ко мне в жизни, оно интерпретируется, исходя из моей цели. если мне нравятся искусственные цветы, то я буду видеть живые цветы и я буду испытывать недовольство, что мне подарили живые цветы. а если наоборот, мой мозг всему вешает ярлыки, вот это белое, вот это черное, вот это правильно, вот это неправильно, вот это хорошо, вот это плохо. И то, что плохо, соответственно, я либо не вижу и блокирую, а в этом плохом то и есть путь к моей цели. потому что я же туда иду в точку Б, я не знаю, как там, плохо или хорошо вообще, что там плохого, что там хорошее. Там другой мой уровень бытия, там другой уровень принятия, там у нас у всех ограниченное воспринятие, то есть у нас мы не видим электрический свет, как ток бежит по проводам, мы не видим наших мыслей, мы не видим, мы не видим радиоволн, но они есть. Если бы мы видели радиоволны, мы бы общались без телефона друг с другом. Поэтому мы это не видим, наше человеческое восприятие, оно ограничено. И с каждым, ну, с приобретенным опытом наше сознание еще более, ну, наше восприятие еще более сужается. Потому что наш прошлый опыт определяет, что правильно, что плохо, что хорошо и начинает вот сужаться. А нет плохого и хорошего. Ну, по факту, просто есть какие-то события в жизни. это не плохо и не хорошо. Это мой мозг интерпретирует, исходя из моих каких-то страхов и убеждений. И поэтому, чем больше я себя блокирую, чем больше моя психика меня защищает от каких-то негативных переживаний, видит там как алкаша или бомжа и говорит, это плохо. все, 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 фу, 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 не, 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 я это не принимаю в себе. Вот это эффект тень. То, что я вижу снаружи и что мне не нравится, меня триггерит. Что-то триггерит вас кто-то. Значит, это ваша тень. Это есть внутри вас и вы часть себя не принимаете. Ну, соответственно, мне не нравится моя правая нога. Я все, мне не нравится она. Все, у меня там в семье алкоголик, там сын там наркоман. Ну, вот все. Я его не хочу видеть. Все, я его подавляю, вытесняю из своего поля. Это то же самое, что вы себе ногу как будто бы отрезаете и говорите, это нога плохая и она не моя. Все. Замечения происходят, потом кто-то появляется и говорит, привет, а здесь я все равно покажу. И он все равно будет нас триггерить. Поэтому в открытом диалоге, когда мы начинаем этим делиться, мы признаем этот факт, случившегося фактом. Принцип принятия на самом деле простой. Не нужно себя заставлять принимать то, что вам не нравится. Это насилие над собой, а у нас принцип ненасилие. Соответственно, просто признать факт, что это есть и что вот оно есть. Нравится, не нравится, это вообще второй вопрос. Это просто вот сейчас есть факт. Это уже в прошлом. Это уже произошло. Он наркоман или там алкоголь. Все. Это вот интерпретация. Просто мы видим факт, что он там пьет или курит. Все. Вот это факт. Это факт какой? Это факт прошлого. Ну, это вот все, что мы видим, это уже произошло в прошлом. Но если я начинаю с этим прошлым бороться, то, что с этим фактом, который есть в реальности, вот с этим диваном сейчас буду бороться, буду говорить, он должен быть красным. У меня вот эти вот есть долженствования, очень много долженствований, что диван должен быть красным, он не должен пить, курить там и так далее. Вот это мои долженствования. И когда в мою картину мира, вот в эти мои долженствования, в мои ожидания, в мои истории, в концепции, которые очень жесткие, я вот считаю вот так и все, и пусть будет по-моему. И когда мир туда не вписывается, в эти рамки мои, которые я сам себе нарисовал, нафантазировал поверил в это и создал эти рамки я их создал моими родителями родители родителей в детстве своими травмами прошлым опытом создал себе рамки этого мира каким он должен быть и когда мир не не вписывается в эти рамки я начинаю с ним бороться по факту я борюсь с прошлым с этим диваном который уже есть он уже в прошлом но я начинаю с ней бороться я начинаю ему сопротивляться если если я начинаю с ним бороться если начинаю с ним сопротивляться тогда я попадаю в замкнутый цикл чем больше я начинаю бороться с тем что мне не нравится этого становится еще больше по закону цель определяет результат чем больше я борюсь тем больше я выживать вызываю от живой системы сопротивление если я буду с тобой бороться ты будешь со мной бороться в ответ чем больше я тебя буду давить тем больше ты будешь мне отвечать мне не нравится боль я начинаю с ней бороться и этой боли становится больше если я начинаю бороться с недовольством с какими-то своими как я считаю слабостями этих слабости становится больше то есть человек если не готов принять какой-то факт своей жизни или, например, когда-то обидели, но человек не осознает свою роль во всей этой истории и не готов пока принять всё, что там произошло, то человеку не стоит идти в открытый диалог или всё-таки нужно начать прорабатывать и просто наблюдать за своё состояние? Так открытый диалог, он для того и нужен, чтобы в него пойти и начать практиковать. То есть мы всё знаем. Вот всё, что я говорю, вы это всё знаете. Другой вопрос, почему вы не пользуетесь? Почему? Потому что нету навыка, нету практики, нету... это как зубы чистить, то есть просветление, оно... То есть я сегодня просветлил, просветлел, сходил там, кундалини поднял, посидел, помедитировал, випассану посетил. Вот люди с випассаной приезжают такие, всё, я там, блин, столько инсайтов осознания, я просветлел, пробудился, всё классно. Всё, на следующий день он уже, его кто-то выбесил, он там в морду дал. Ну то есть ты посидел, помедитировал, потом жена пришла, поругался с ней, ну то есть ты тут же вышел из медитации, из йоги и тут же ты там попал опять в свои триггерные точки. Почему? То есть есть методы с откатом и без отката, и в данном случае... А всегда будут откаты, ну всегда будут вот это вот эмоциональные качели, они будут всегда. Жизнь, она никуда не денется, то что ты просветлел, это не значит, что ты теперь можешь там повлиять на конфликты международные, там ещё какие-то, на других людей. Нет, ты просто понимаешь, что ты работаешь над собой, что твои цели тебя ведут, и когда твои цели здоровые, когда они правильные, когда они вообще, ну то есть, служат целому, ну вот этим вот законом, да, а ты не идёшь в борьбу и сопротивление. У нас просто, вот это когда мы начинаем сопротивляться, мы начинаем сопротивляться тому, что мы сопротивляемся. И вот это сопротивляться сопротивлению, чтобы сопротивляться, вот это просто боремся, потому что, потому что так, вот я вот такой, вот типа всё, вот это мой характер, я бунтаю, всё, теперь я буду бунтовать. Я в детстве бунтовал, теперь я на работе бунтую, теперь я в отношениях буду бунтовать, я везде такой. Это мой характер. Я там сова, и теперь я вот сова, и всё. То есть, вот это искажение. И мы начинаем во время открытого диалога, во время практик молчания, мы начинаем видеть эти искажения. И мы не боремся с ними, а мы доверяем живой системе, и она начинает нас исцелять. И мы доверяем своим целям, они начинают работать. Мы выявляем результаты своих целей в жизни, потому что всё, что мы имеем, это мы создали своими целями, на самом деле. Цель определяет наши действия, наш выбор, наше решение, иметь то, что мы имеем здесь сейчас. Так, вопрос такой. Вот мы достигли определённого уровня ясности ума, и, например, у нас есть какая-то цель. Цель бывает более глобальной, а есть бывает более мелкие, например, да? Потенциал человек, вот любой человек может добиться каких-то больших целей. Или для этого... Необходимо сначала понять, какие цели для него истинные, какие у него есть потребности. То есть как эту веру усилить, или ясность ума усилить, для того, чтобы добиться поставленной цели. Бывает такое, что вот по карме тебе не дано вот этого добиться, и ну ты мечтаешь, ну мечтай, ладно, да. То есть... По карме... Ну вот, то есть, как причина, следственные связи. Например, по наследству не было этой генной информации. Например, вдруг этот человек имеет немного данные какие-то там свои... А как он понял, что ему нужно к этой цели идти? Почему он её выбрал? Вот с этого вопрос начать. Почему он её хочет добиться? И нужно смотреть. Вот он там 3 или 10 лет, он хочет вот этого достичь. И у него не получается. Так он, во-первых, может быть, это не его цель, раз она у него не работает, это раз. А во-вторых, у него есть, ну, могут быть искажения. А может быть, эта цель уже давным-давно поменялась, она уже не актуальна, она потеряла... У него нет уже потребностей этой. У него, ну, может, у него ценности не совпадают с этим уровнем. Достичь человек может всего, чего угодно, если он, ну, как вот... Если для него это... Действительно ему этого хочется. То есть не бывает такого, что у человека истинная цель, и у него никак не получается. Значит, или есть не проработки, или ты не его цель получилась. Да. Как вот ты понимаешь момент времени и пространства, и вообще концепцию души? То есть человек, он откуда пришёл, куда уйдёт? Вот какое у тебя вот видение? И вот это время, оно единственное время? Или всё-таки бывает... Это тоже как бы иллюзия ума? То, что вот как ты к этому относишься? Время и пространство. И концепцию души. Времени на всё хватает. Я отношусь так, что времени на всё хватает. Нам кажется, что время куда-то... Но мы на самом деле... Просто почему не хватает времени? Потому что мы делаем второстепенные действия. Вместо того, чтобы делать ключевое действие, которое ведёт к результату, которое ведёт к цели, в точку B. Мы делаем всё, лишь бы не идти в точку B, не идти к своим целям. Мы можем говорить много о цели. Ну, то есть, цель... Ну, мы можем много говорить о деньгах, о продажах, о бизнесе. Но тогда у нас может быть цель другая. Цель говорить о деньгах и о бизнесе. И мы её реализуем. Мы много говорим о деньгах и о бизнесе. Но... А где ключевые действия? А ключевые действия нам мешают совершить как раз-таки вот эти программы, приобретённые... Ну, это вот наш ум, наш мозг мешает нам достичь этих целей. Соответственно, душа... Ну, я вот сейчас оперирую таким словом, как сознание. Вот когда я через практику, через открытый диалог получил опыт вот этого просветления, я осознаю, что вот это сознание, оно существовало до меня, до моего рождения. Оно существует в поле. Оно... Оно... Это поле моего сознания. То есть, оно объединяется с другими человеческими существами. Это вот наше поле вот этого сознания. Это вот мощное сознание, в котором появляются люди, в котором появляются события, в котором появляются предметы. Вот это всё галлюцинация, что всё, что мы видим, это галлюцинация. Всё на самом деле состоит же из квантового супа. То есть, если там по физике разобраться из чего, да, там атомы, молекулы, энергия, информация, энергия и информация, по сути. Всё вот это вот. Всё тут энергия и информация. На самом деле, это не твёрдое, это нам кажется, что это твёрдое, потому что вот это сознание, единое, выбрало вот это вот тут создать вот этот вот столик. И мы в это верим все, потому что это сознание, оно единое. А мы к нему как подключены. Ну интересно, то есть душа и сознание для тебя это одно и то же? Ну, потому что я могу вот это вот поле, вот это сознание, я его вот, ну, как ощущаю, как сознание. Потому что душу я не видел, кроме как бы мультика. То есть тебе интересно всё именно для себя доказать и показать, как социальные исследования, да, всё должно быть доказано, там, методами материи, физики, то есть, а куда ты пойдёшь, когда вот физическая смерть, например, настанет? Или тебе это как бы не интересно, потому что ты считаешь, что нужно прожить эту жизнь максимально ярко и на этом окей. Я же могу только судить по рассказам других людей, что есть некая душа умирает и возвращается в этот океан душ. Но я как понимаю, что вот это моё сознание, оно как бы и есть. Моё просто человеческое тело и мой ум, вот это вот моё я, моя личность, ну, вот она может исчезнуть, может там возродиться заново, там, в другом каком-то теле, в другом состоянии. То есть, оно существует там, видите, ну, во Вселенной. То есть, это путешествие пока неизвестно, и ты позволяешь ему быть на всякий случай, потому что ты пока это не знаешь, да? Я вот, да что-то мне нет интереса туда изучать, а зачем мне это нужно знать? То есть, чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я не знаю. То есть, я прихожу в институт, сейчас вот думаю, вот всё, вот сейчас я вот это вот, еще вот это вот, еще вот это вот, еще узнаю, и вот все, мне все станет понятно. Вот я сейчас физику изучу, мне все станет понятно. Вот этот метод я сейчас изучу, все станет понятно. Вот это вот-вот, еще-еще-еще, вот-вот, оно не наступает никогда. А чем больше я приближаюсь к границе своего знания, я понимаю, что там просто бездна, еще много чего непонятного. То есть я не могу опираться на свои знания. Мне нет смысла сейчас развивать свои знания без прикладного какого-то толка. Цель какая в этом? Цель какая в понимании своей души и структуру своей души? Не знаю, может быть, шею, силу, нирвана. Любопытство. Скорее всего, просто интерес, любопытство, фантазия, фантазерство изучать. А я вот именно за эту алхимию, чтобы именно жизнь была как путешествие. То есть можно нафантазировать себе разные состояния. Можно, ну, вот это состояние пробужденности, состояние потоковости, оно приходит и уходит. То есть потому что жизнь, она волна, оно все меняется. Сегодня оно есть, завтра этого нет состояния. Оно будет меняться. Это не цель. Состояние – это не цель. Состояние – это точка отсчета, это средство, это способ. То есть когда я чувствую себя плохо, когда мне больно, когда я соединен с этой болью, я считаю, что это я страдаю. В этот момент я ставлю негативные цели, нездоровые цели. Я хочу спрятаться, закрыться, атаковать, сделать больно другому. Себе делаю больно, запрещаю себе чувствовать эту боль. Я ставлю себе в этот момент очень много деструктивных целей в этом состоянии. И начинается воспроизводство этого негатива. Чем больше я негативных целей ставлю, тем больше негатива проявляется. Поэтому важно присесть на дорожку, успокоиться, прийти в момент настоящего, потому что в моменте настоящего проблем нет. То есть это просто иллюзия. И из этого состояния, находясь в этом состоянии, ставя здоровые цели, вот и возникает вот это просветление. И понимание, что все так, все работает. Я принимаю и люблю этот мир и себя таким, потому что это все создано, во-первых, Богом. Бог не мог создать несовершенное. Да, это не идеально. И признание себя не идеальным, потому что идеального нету и не будет. Есть идеальный только абсолют, это Бог, который вообще непонятно, как там на самом деле. Потому что реальность на самом деле никто не знает. У каждого своя правда, своя реальность, свое видение. И такой, наверное, финишный вопрос. Вопрос по поводу его опыта по коучингу. Были у тебя такие клиенты, которые абсолютно не в теме? Например, как будто непонятно откуда появились, и не осознают себя, свое тело, свои цели, не могут они идти... Не знаю, самые какие-то странные моменты, какие-то опыты. Есть много бизнесменов, предпринимателей, которые не понимают, что они чувствуют, не понимают про то, что мы сейчас говорим, вообще не считают, что это темное пятно. И при этом метод работает, при этом коучинг работает. Но самое главное, что есть другая часть медали, что коучинг не работает. Действительно, коучинг не работает, метод открытого диалога не работает, психология не работает, ничего не работает. и это правда, потому что работает клиент. Если клиент не работает, если клиент не хочет, тогда зачем себя насиловать? То есть, если нет цели выздороветь, то есть, и раковые больные есть некоторые, которым уже жизнь надоела, они привыкли жить в постоянном страдании. И для них страдание является зоной комфорта. И выйти из зоны комфорта страдания, для них там счастье, но там это дискомфортно для них состояние счастья. Поэтому они не хотят этого, они хотят страдать. И вот что бы ты ни делал, какую бы добро ты бы им ни причинял, они просто будут от этого отмахиваться и закрываться. Поэтому здесь важна некая такая зрелость и готовность человека открыться новому и пойти и посмотреть. Ну а бывает такое, что человек придумывает, это якобы какие-то отмазки, почему вот так не получается, почему вот так не получается, и сам ещё в это верит. То есть, человеку же нужна какая-то поддержка для какого-то нового опыта, для каких-то новых целей, добиться какого-то результата. Но этот же человек не может идти к результату, потому что он придумывает такие вещи, что почему не получится. и при этом убеждает вас то, что, знаешь, вот так не получится. Что вы делаете в эти моменты? Ну, я показываю человеку, что действительно то, во что я верю, то мои цели работают. То есть, ну, если у меня цель доказать, что этот метод не работает, человек доказывает этот метод, что этот метод не работает. и он прав. Ну, то есть, со всеми всё окей. Как бы, ну, у меня нету задачи там спасать, менять этот мир. Помогать другому, то, что я вот знаю, и как это, это некое миссионерство получается, некое навязывание доброты, какой-то, ну, опять же, у меня картина мира, да, там, ну, это моя правда, это моё видение. Ну, зачем мне его навязывать кому-то другому? Мои цели при этом всё равно работают. Угу, понятно. Какие, ещё раз впечатляем, какие опыты у тебя были работы с клиентами, и в каком из них, какие методы ты оставил, а какие ты вот любишь использовать, например, ходовые? Ну, я сейчас использую метод открытого диалога и коучинг сознания. Вот, самые ходовые. Ну, и медитации. Ну, то есть, ну, это вот метод открытый диалог, это, это три инструмента, это практики молчания, это рефлексия и сам открытый диалог. Коучинг сознания, это помогать человеку открытыми вопросами, прийти, ну, на уровне, ну, это не математика, это не про математику, не про алгоритмы, это больше про, опять же, бытийные качества, как человеку, что увидеть, вот эти вот увидеть, осознать вот эти искажения, которые ему мешают попасть в точку B. А сколько по времени проходит коучинг, и насколько человек может получить какие-то результаты, есть ли какая-то гарантия вообще результата, или, например, человек может менять свой запрос, и дальше работать с тобой, или все-таки, как это вообще происходит. Ну, если возьмем даже какой-то дедлайн, и про какие-то результаты. Результат зависит от человека, то есть я не знаю, каким путем он придет к своему результату. Поэтому, когда я начинаю использовать совместно открытый диалог и коучинг, получается очень круто, и буквально за полчаса мы решаем запрос человека. Да, полчаса. То есть время сокращается, начинают приходить, потому что быстро ответы, потому что что мешает человеку ответить на свой запрос, прийти к своей цели? Его искажения, ментальный шум, вот эти подавленные чувства, избегание какой-то, борьба, сопротивление. И благодаря методу открытого диалога человек приходит в настоящий момент, у него проясняется сознание, и он тут же находит, я ему подсвечиваю, через коучинговые вопросы, подсвечиваю ему направление, куда смотреть, чтобы прийти к своему запросу, помогая ему, в партнерство идти. То есть вопрос я, видимо, не очень корректно задала, я имела в виду про какие-то долгосрочные проекты, как наставничество. То есть есть такие проекты, там, где человек, примерно какая-то статистика, сколько времени занимает? Ну, в среднем, вот если брать коучинг и наставничество, то это трехмесячное сопровождение, 12 недель, это путь, который необходимо человеку совершить для трансформации своего мышления. То есть убрать свои паттерны поведения, прошлые стратегии, осознать их, и результат зависит от человека. То есть все уникально, все индивидуально, поэтому приглашаю на диагностическую встречу, на которой мы смотрим, какой запрос у человека, я вижу примерно, с чем нужно работать, и мы определяем уже сроки, там результаты. Человек сам ставит себе те цели и результаты, к которым он желает прийти. Вот. А через практику открытого диалога, через метод открытого диалога, мы еще и научаемся, то есть это обучающий процесс, метод открытого диалога, мы обучаемся, приобретаем этот навык, чтобы быть в балансе своих эмоций, в гармонии духовного, материального, адаптивным к постоянно меняющемуся миру, к постоянно меняющимся каким-то внешним факторам, все, что в жизни происходит, крутится. Вот в этой неопределенности, в состоянии неопределенности, принимать решения, плюс работать с командами, работать с отношениями. То есть мы все соединены, и поэтому, когда мы начинаем коммуницировать, масштабироваться, расти, у нас связей, контактов становится еще больше. Ну и еще больше стресса становится в жизни. Еще больше тем... Мы расширяем, расширяем свое восприятие, свою чувствительность, начинаем слышать себя, начинаем приходить в себя, быть в себе, найти себя, по факту найти себя. Вот это вот про это. Мы находим себя, соединяемся с собой, начинаем себя слышать, и начинаем слышать других людей. И за счет этого мы получаем новый уровень. И начинаем чувствовать рынок, начинаем чувствовать предчувствие, у нас появляется интуиция. И естественно в этом и новые результаты, и новый горизонт, и новый уровень вот этого бытия. Благодарю Антону за сегодняшнюю встречу. До новых встреч, дорогие друзья. Записывайтесь на диагностике, ждем комментарии. Все, пока-пока. Спасибо, друзья, за внимание. Асиана, спасибо тебе за приглашение. Друзья, я желаю вам хорошего самочувствия, осознанности, успехов, любви и мирного неба над главной. Всем пока.